Здание 14-й школы имени Героя Советского Союза Ханпашин-Урадилова было построено в 1967 году. За более чем полувековую историю учебное заведение выпустило тысячи выпускников, многие из которых стали успешными людьми в городе, в республике и за ее пределами. Со временем здание школы стало нуждаться в ремонте, и к 2009 году был проведен капитальный ремонт по сейсмоусилению двух корпусов, в которых по сей день регулярно проводятся занятия, и чего не скажешь о соседнем корпусе. В средней школе номер 14 всего 32 учебных кабинета, из них 6 кабинетов находятся в аварийном состоянии. Остальная часть школы полностью работает, и опасности для здоровья детей в этих корпусах нет. Вот эти аварийные классы, они полностью огорожены, закрыты, и доступа детей к этим классам нет. Это закрыто еще с 2012 года. Работы по ремонту школы идут. Каждый год мы пишем соответствующие организации письма, все вопросы упираются в финансирование. Руководство города и управление образования, равно как и представители городского собрания, занимаются над решением данного вопроса, который, конечно же, потребует больших финансовых затрат, неподсильных городскому бюджету. В городском собрании поднимался вопрос по ремонту школы, был депутатский запрос. Эта работа ведется, и в марте этого года здесь была комиссия с Минстроя, они составили акт, и в течение 10 дней этот акт должен поступить уже в окончательном виде. Мы планируем сейчас дальше уже обратиться к председателю правительства, чтобы на будущий год заложили, или если есть в этом году что-то из средств фонда резервного, если эту работу можно начать, начать, потому что одно крыло в плачевном состоянии. Два крыла мы сделали в 2008 году, капитально сделали, они у нас автономные, они от этого здания не зависят, поэтому мы думаем, что это вопрос на стадии решения. Действительно, какова будет дальнейшая судьба здания, окончательно решат члены комиссии. На сегодняшний день во всех трёх этажах аварийного здания занятия не проводятся, и полностью огорожен доступ к проходу. По словам директора отдела единого заказчика, ремонт здания планировался годами ранее. Но из-за отсутствия финансирования реализация программы по капитальному ремонту школ была приостановлена. Согласно республиканской программе «Сейсмусселение объектов жизнедеятельности» в 2007 году была разработана проектная сметная документация на «Сейсмусселение». В 2007 и 2008 году нами были выполнены работы по двум корпусам, и было введено два корпуса на 400 мест. По сегодняшний день эти корпуса действуют в прекрасном состоянии. В 2009 году финансирование было прекращено, программа была приостановлена в связи с кризисом. На сегодняшний день эта проектная сметная документация передана ГАО «Сейсмусселение безопасности» при Минстрое. В апреле приезжала комиссия Минстрое, обследовала заново эту школу, и ведётся готовиться корректировка той проектной сметной документации. Как отмечает начальник управления образования Руслан Ибрагимов, капитального ремонта в городе ожидает всего пять школ. Все эти вопросы регулярно поднимаются на совещаниях и встречах республиканского уровня. Понимание проблемы есть и постепенно решаются. То, что в минувшем году в Хасайвёрте были построены два новых здания школ номер 9 и 19, что в значительной степени облегчило процесс получения знаний для детей, близлежащих микрорайонов, лишнее тому подтверждение. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».